Привет, друзья! Это канал Первый Уровень, мы продолжаем прохождение Диабло 2. Да, немножко по графику я сбился. Дело в том, что в последнее время вообще работы настолько много, что просто физически я не успеваю записывать. Но я постараюсь заранее какие-то ролики планировать, а то я записываю буквально день в день. И не всегда это удается. Чтобы вы понимали, ролик, стандартный ролик требует где-то 4 часа свободного времени. И пока его отснимешь, пока его в программе прогонишь, пока его загрузишь на YouTube, который с переменными успехами работает, все это компенсируется где-то, ну реально в 3-4 часа времени свободного. Так, и нам нужно поговорить с Дрогном. Я изучал старые записи, пытаясь понять, где находится гробница Талраши. Саму гробницу я так и не нашел, но обнаружил интересную зацепку. Хоразон, великий визжерей-призыватель, построил себе магическое убежище где-то в этих краях. Он был могущественным заклинателем и держал в этом убежище демонов-прислужников. Он также всегда внимательно следил за значительными событиями, такими, как заточение Баала в гробнице Талраши. Если ты сможешь найти убежище Хоразона, оно наверняка укажет нам на местонахождение гробницы. Вряд ли Хоразон еще жив, поэтому действуй осторожно. Неизвестно, что будет ждать тебя внутри. Когда мы говорили об этом с лордом Джерхином, он попросил прислать тебя к нему. Может быть он знает тайный ход или что-то в этом роде. Ну, лорд Джерхин – это чувак, который около храма стоит, насколько я понимаю. Около дворца. Так. Ну, ничего неинтересного, как всегда. Журнал заданий. Поищите магическое убежище во дворце. Ну, окей. Поищем. Что еще мне подсказали? Мне подсказали, что три одинаковых камня в Харадримском кубе дают камень на ступеньку выше. Давайте я проверю это. Я на самом деле не знал. И это, если так, то достаточно прикольно. Во-первых, давайте-ка вот так вот сделаем. Перетащим. Таким образом. Три камешка. Давайте посмотрим. Да, реально. Спасибо, что подсказали. Ну, что ж, это прикольно. То есть, получается у меня уже два мутных изумруда. Ну, тогда есть, как бы, мотивация собирать эти базовые камни. Я не знал, ребят, честно. Вот. Тогда будем собирать. Что у нас еще остается? А три черепа можно преобразовать? И там еще есть какой-то превосходный, насколько мне рассказывали. То есть, это не последняя ступень. Вот у меня, допустим, два черепа есть. И можно из трех выбить еще один. А из двух вот таких, из трех таких же, еще один на уровне выше. Будем стараться. Посох я пока оставлю здесь. Щит у меня... Во всякий случай, лежит тут. Ну, хотя, в принципе, щит, наверное, нужно продать, если честно. Ну, ладно, пусть пока полежит. Все, больше у меня нет трех камней. Этот специально я собираю, чтобы потом... Кристаллический меч с тремя гнездами сделать убойным очень оружием. Тем более, здесь высокая скорость атаки. А у моего, к сожалению, низкая. Даже не нормальная, а низкая. И два кольца у меня есть. На сопротивляемость льду и огню. Окей. По уровню. Я сейчас вспомню, какой я тут уровня. Два дня я уже не играл. Двадцать первого. Все окей. Ну что, пойдем. Я даже не знаю, куда. Сначала я, наверное, все-таки... Посмотрю, что у меня тут. Затерянный город. Давайте посмотрим просто-напросто. Может, я не везде тут все облутал. Ну, походу, все я тут посмотрел. Так, слушайте, нас встречает тут... Очень усердно, конечно, эти зомбаки. Двуручный меч. Ничего себе. Вот это начало, да? Желтенький. Десять скорости атаки. Двадцать девять процентов к урону. Похищает пять процентов маны. К молнии сопротивляемость. Ну... Высокая скорость атаки, да? Ну, давайте-ка я просто посмотрю. Ну, скорее всего... Это будет похуже, чем у меня. Двадцать девять сорок семь. Так, тридцать шесть... Тридцать шесть семьдесят девять. Ну, да. Переключайся на вкладку. Да. Даже нечего рассматривать. На продажу пойдет. Окей. Ну, походу, я здесь все, да, посмотрел. Наверное, лучше нам стоит во дворец сгонять. Написали про секретный уровень с коровами. Только после прохождения. Вот, что-то я с этим мечом бегаю. Только после прохождения сюжетной линии будет доступен портал. Обязательно сгоняем. Главное, игру пройти. Там я тоже никогда не был. Будет интересно посмотреть. Еще посоветовали... Подойти к торгашу. Ну, мне кажется, это такое себе. Ну, ладно, если написали, попросили, я подойду. Тот, кто продает там всякие... Безделушки неизвестные. За достаточно весомые такие деньги. Мне кажется, там есть большой риск нарваться на... Полную тук-ту и выкинуть... Солидный кэш. Касательно то, что я весь инвентарь заполонил талисманами. Ну, такая тактика. Я, если честно... Плюс-минус игру в свое время проходил именно с такой же тактикой. То есть, мне главное насобирать вот эти вот бонусы. Так. Еще интересного, да, нету. Давайте возьмем. Насобирать вот эти бонусы всякие. И персонажа от этого слабее точно не становится. А то, что я не беру свой инвентарь для продажи... Ну, пока что, ребят, мне не требуется. У меня сто плюс тысяч. Золотых. Вот куда мне собирать это все? Так, давайте-ка я просто посмотрю. Все ли я обошел. А знаете, где я не был? Походу. А я не спускался. Так что, давайте пробежимся. Это дополнительный опыт. Может, что-то найдем. Видите, тем более, денежки сами сыпятся. Вот кортик, да, например. Ну, желтенький. Ну, возьму, хорошо. У меня сто шесть тысяч. К примеру, сейчас. Купец продает. Ну, и продает кузнец. Пока ничего интересного я там не увидел. Говорю, во втором Дьявола очень большое значение имеет удача. В том плане, что тебе выпадет на рандоме. Ну, к примеру, 105 монет просто выпало, да? Вот смысл мне на продажу собирать какие-то безделушки. Пока что особого я смысла не вижу. Бедным я себя не ощущаю. Сегодня задача, как можно побольше пройти, скорее всего. Вот видите, сколько золота. Просто в пустыне валяется. Как можно больше пройти, посмотреть. Вряд ли я дойду до главного босса. Ну, еще пару уровней хотелось бы взять. Обязательно. Локация называется Затерянный город. Возможно, раньше это был большой мегаполис. Вообще, по площади он не меньше, чем лут Галейн. В котором мы и остановились. Имеет свой ряд канализаций. Видите, какой спуск? Вот здесь мы не были. Да, он даже больше, смотрите. Ведь эта локация продолжается. Я, если честно, не совсем помню, что сперва выполнится. Но мне кажется, что сначала нам нужно забежать во дворец. Ну да ладно. Давненько я уже играл в Диабло. Вот, что-то упало, кстати говоря. Чего там? Чешуйчатый доспех синий, да? 61. 73. Ой, знаете, может быть это даже получше, чем у... Моего напарника. Да. Пусть она там разбирается. Я ей подарок сейчас сделаю. Держи. Это мне пригодится. Да, конечно, тебе пригодится. Правда, здоровья чуть меньше станет. Ну, ничего страшного. Видите, не зря сходили уже. Так, давайте в глубь локации посмотрим. Смотри, здесь какие-то колонны. Прикольно. Все выглядит, конечно. Но... Ночь уже надоела. Когда тут рассвет будет. Опыт потихонечку сыпется. На самом деле. Ну, в принципе, по зельям у меня все окей. Ну, хорошо, что зомбаки медленные. То есть, меня это полностью устраивает. Кристаллический меч я не буду использовать до той... Во, отлично. А, камешек ты не можешь взять? До той поры, пока... У меня не будут... Камни. Хорошего уровня. Желательно третьего уровня. Не второго, а третьего. Там, по-моему, еще какие-то превосходные бывают камни. Вот я бы их хотел бы выбить. Ну, что-то в этом городе одни зомбаки. Как будто... Местное население превратилось вот в этих тварей. Интересно, это будет последняя локация? Дальше тупик? Я уже не помню, если честно говоря. И нам во дворец нужно идти? Или дальше можно все-таки пойти? Нифигово, конечно, напарница разваливает их. Я надеюсь, что она поможет мне хоть немножко и с боссом. Но, как правило, боссы ваншотают напарников сразу же практически. И ты один сражаешься. Так, неплохая тут бригада. А зачем она вплотную стоит? Она же могла отойти и расстрелять их просто. Так, свиток возвращения нужен? Мне не нужен. Возьму. Вроде как нужен. Зелье подберу. Так, здесь тупичок у нас. Ладно, идем дальше. Здесь... Очередная порция золота. Так, ну вот он. Теперь будет выбор, ребят. Потому что это большой оберег. Большой талисман. И... Плюс 6 сопротивляемся ко льду, да? Что мы можем убрать? Из больших. Плюс 2 к ловкости. Ну, силу, да, можем убрать. В целом-то. Здесь все-таки... Ко льду сопротивляемся. Достаточно неплохая. Ладно, я подумаю пока, ребят. Здесь еще и у нас... Амулет нужно продать, не забыть. Так, ну ладно, я пока подумаю. Пока я думаю, тут у меня напарница со всеми разбирается. В принципе, резист, да? Резист у меня ко льду какой? 58, кстати, процентов. Так что даже не знаю, стоит ли брать. И так, в целом, все окей. Так, единственное, давайте-ка я проверю. Здесь вот есть уголки. Не исследованные. Здесь ничего нету. И здесь, да, ничего нету. Все окей, я проверил. Теперь спокойно могу дальше исследовать. Ключ я возьму. А то у меня заканчиваются уже они. Исследовать остальную часть локации. Ну, а что-то в целом... Походу, все исследовали, да, уже. Мне кажется, сейчас мы во дворец пойдем. Вот со дворца начинаются уже... Финальные такие замесы этого эпизода. Так, ну здесь еще немножко. Так, здесь тоже ничего нету. Так, рассвет, наконец-таки. Ладно, давайте смотреть. Ну, все, здесь больше ничего нету. Ну, последнее. Мало ли, вот здесь вот что-то будет. Но мне кажется, нужно возвращаться. Мы полностью все обследовали в плане пустыни. В плане пустыни. Да, окей. Теперь, давайте так. Я продам. Продам вот эту историю. 3000 стоит. У меня амулет 4000 стоит. Почти 5 даже. 112 тысячи стало. И что бы еще такое бы продать? Ну, давайте так. Ну, сначала вот эту историю за 3000 продаем. Потом. Я все-таки вот эту сопротивляемость льду продам. И вот это за 1200. Так, почини, пожалуйста. Ну, и в целом. Наверное, все, да. Камешек взяли. Окей. Идем во дворец. Добро пожаловать в мою лавку. Так, ну у тебя ничего интересного нету, дружище. Так, где этот... Купец? Здорово. Торговать. Сыграть. Ну вот она, эта история. Которую мне просили. Ну, 50 тысяч, 63, 50 тысяч. Ребят, отдавать такие суммы, ну честно, я не знаю даже. Вот, 6 тысяч, да? Ну, это полтинник стоит. Я не настолько богатый пока, чтобы так рисковать. Теперь я понимаю, зачем вам деньги вот так вот в казино играть. Ну, давайте, я не знаю. Я возьму, куплю шлем. Нету места. Но сейчас будет. Все ради вас, как говорится. Куплю шлем. О, у него меняется каждый раз, что ли? Это что за прикол? Где мой шлем? Нет, давай-ка еще раз. Генерируй. Костяной шлем. Это для некроманта, понятное дело. Но здесь мне тоже ничего не надо. Кроме пояса, да? Пояс может купить за 3 тысячи. Ну, давайте я куплю за 4 тысячи пояс. Окей, дальше. Что я купил? Вопрос. Великолепно. Плюс 8 к мане. Потрясающий пояс. Спасибо. Держи обратно за 300 монет. Вот. Теперь понятно, куда вы сливаете деньги, ребят. Сапоги, да? Угу. 13 защита. Здесь непонятно, какая защита. Во! 37 тысяч. Вот это покруче будет, точно. Ой, не хочу рисковать. Возьму я сапожки, короче. Сапожки я возьму. Это будет последнее, что я у него покупаю. Смотрим. Ну, фигня полнейшая, ребят. Честно. 15 рейтинг атаки. Короче, все. Завязываем. С казино. Азартные игры. До добра не доведут. Что в жизни, что в Диабло. Кольца за полтинник, ребята, я точно не буду покупать. Когда в городе стало опасно, я разрешил гаремным гильдиям укрыться за стенами дворца. Все шло нормально, пока однажды ночью из гарема до верхних этажей стали доноситься крики. Мои стражники побежали туда и обнаружили, что несчастных девушек растерзали безжалостные демоны. Стражники храбро попытались прогнать демонов обратно в таинственный разлом, из которого они пришли. С тех пор мои люди ведут безнадежную борьбу. Демоны продолжают проникать из разлома во дворец. В конце концов, мне пришлось нанять Грииза и его отряд для защиты города. Дрогнанд считает, что под дворцом находится магическое убежище, поскольку Лут Галей расположен на месте древней твердыни Визжиреев. С этой минуты двери моего дворца для тебя открыты. Будь осторожнее. Ну ладно. Какое-то зло внутри дворца. Так, ты что скажешь? Ну не знаю, получится или нет. А вот и дворец. Гарем. Ну здесь нас ничего не встретят, я это помню. Есть такой прикольный саундтрек. Красиво, конечно. Ладно, спускаемся. А вот здесь уже... Начинается жара. А вот и ребята пошли. Посмотрим на их уровень. Ну вроде бы окей, можно справляться. Просто убегает от меня. Чувак, ты что убегаешь? Что, я настолько страшно, что ли? Превосходный коплевидный щит, между прочим, ребята. И это... Двадцатка. На базовом. Плюс гнездо есть, да? Ладно, короче, я возьму с собой. Это может быть интересно. Но одно гнездо всего лишь, правда. Знаете, что плохо? Плохо то, что тут очень темно. Я, конечно, вам посветлее сделаю. Здесь какая-то пыточная, смотрите. Такие восточные мотивы, прикольные. Очень классные. Один из моих любимых саундтреков, наверное, в Диабло втором. Восточные мотивы, плюс такие ударные. Очень атмосферно. Так, ну что-то ничего нету тут. Здесь что у нас такое? Так, уже можно спуститься на первый уровень дворцового погреба. Ну, делать это мы, конечно, пока, как вы понимаете, не будем. Для нас главное пока что все расчистить тут. Здесь вообще что-то... Смотри, такая кровать прикольная. О, нифигасе, он блокировал стрелы. Первый раз, кстати, увидел. Щитом сблокировал. Прикольная кровать, как она в оригинале. В оригинале достаточно блекло. Здесь так красиво все это было. Не было, а стало, точнее. Молодцы, Близзарды, что переиздали игру. Просто реально кайф получаешь, когда проходишь. Кстати, не очень много опыта дается. Пока, во всяком случае. Здесь какая-то кампания суровая. Так, напарница, помоги, пожалуйста. Так, напарница мочит. Ну, зачем ты... Бестолковая, конечно. Зачем она еще не попадает по ним? Или ты попадаешь? Ладно, давай я открою дверь. Пусть они заходят. О, неплохо меня тут встретили. Так. Здесь такой большой зал. И, наконец-то, большая группа соперников. Так, ну, вроде бы, я смотрю, не пробивают особо моего компаньона. Это хорошо. Смотрите, двух чуваков привязали тут к столбу. Так. Давайте сюда зайдем. В эту часть. Окей, ты кого-то нашла, да, тут? Шкили. Ну, шкилими очень все быстро проходит. Ага. Я бы их пропустил бы. Если честно. Так, что-то упало, да? Кольцо, что ли? Не, рубин упал. Тоже хорошо. Любой камень-то хорошо. Так. О, даже мутный рубин упал. Это вообще замечательно. Отлично. Куда осталось ходить? Ну, вот только сюда. Ну, и все, собственно. Можно там спуститься, можно тут. А, там еще и выход есть. Смотрите-ка. Не понял. А что тогда вон там вот рисуется? А, ну, понятно. Там два захода получается, да, сверху? И два выхода. Все, понятно теперь. Тогда нам сюда. Дворцовый погреб. Ну, давайте заценим. Бригада сразу же встречает. Лучников. Окей. Клыкастый шлем. Ладно, знаете, вот это вот убираем, потому что вряд ли я, если честно, буду... Я не могу нести больше. Использовать. 20 защита, да? Ну, здесь без умений. Ну, ладно. Щит просто, ребят, можно куда поприкольнее найти. Честно. У меня практически такой же. Или даже лучше, несмотря на то, что чуть слабее по защите. Но зато... С двумя гнездами. А тот, что я выкинул, он... С одной ячейкой. Вот, смотрите, здесь такие чуваки. Ну, очень быстро откисают, если честно. С первого удара. Так, ну здесь что-то никого нету, ладно. Давайте наверх пойдем. Посмотрим, что здесь у нас. Тоже ничего особенного. И проход на второй уровень. Но пока мы игнорим его. Локации здесь небольшие. Ну, видите, вроде бы сурово все выглядит, но... Очень быстро откисает, ребята. Со скелетами даже... Я бы сказал бы, посложнее. Обстоит все дело. Кочужный доспех. Стоит или не стоит брать? Вот еще вопрос. Так, а что у меня тут? До свидания. 76, да? 93. Знаете что? Я, пожалуй, вот так вот сделаю. Сможешь ты? Это мне пригодится. Это мне пригодится. Отлично. Это мне пригодится. Это мне пригодится. Где у тебя там защита? Это мне пригодится. 281 стал. Бочки. Если мы в погребе, то здесь вино, наверное, хранится. Так, ну все. Моя лучница стала непробиваемой, по идее. Идем дальше. Вот сюда вот. Ну, как-то здесь я не знаю. Все равно. Так, это назад. Ну, как-то мало демонов. Хотелось бы побольше, конечно. Так, можно вот сюда вот пройти. Так, а как к вам, ребят, подойти? Интересно, как к этим чувакам подойти? Пока я не понял, если честно. Они как? А, нет, подождите. К ним можно было подойти. Окей, если вот так вот. Так, подождите, ребят. Здесь вот так вот обойти. Конечно, сгенерировало уровень. Немножко хитро. Вот так вот. Да, здорово. Раз. Два. Ну вот. А здесь такая бригада скрывалась. Хорошо, что я их нашел. Обошли. Ну, все в целом. Смотрите, локации достаточно маленькие. Ну, потом там будет, конечно, само светилище. Это, конечно, тот еще. Экспириенс. Так, второй уровень. Во. Здесь уже какие-то уникальные товарищи пошли. Прикольный щит какой-то вывелся. Меня заморозили немножечко. Обоюду острый топор, желтый. Геральдический щит. Что из этого берем? Косторез. Ну, слушайте, это дорого, наверное, будет стоить. Скорее всего. Что еще тут есть? Щит, да? 22 защита. Базовая. А, только для паладинов. Ну, до свидания. Даже не хочу. О-о-о. Хотя, смотрите. Не так и страшно. В целом-то. Меня не сильно пробивает. Вот напарница нормально. Прилетела. Но их тут, я не знаю, сколько было. Реально, очень много. Давайте сюда пойдем. Здесь одни скелеты, я так понимаю. Больше ничего нету. Вот эти великаны. Они вообще не сложные. По-моему, демона называют люто боем. Но я еще прочитаю, как у них название. Так, а там не пройти, да? Там не пройти в целом. Давай отсюда сваливать. Здесь у нас тупичок, да, походу? Да, здесь тупик. Давайте обратно. Вот сюда вот. Что у нас тут? О, шкелеты за нами пошли. Так, ну, кстати говоря, мы потихонечку приближаемся уже к левелапу. Ну, кстати, травят они хоть и не супер сильно, но, знаете... Надолго. По длительности. Так, мне нужны зелья. Мутный бриллиант упал. Замечательно. Не, ну, сильно они пробивают, конечно. Пожалуй, я, наверное, сейчас... Телепортируюсь в город за зельями. Так, на третий уровень можно уже сгонять. Но я пока что не буду это делать. Телепортируемся, продаем. Топор, я думаю, что он тысяч шесть-семь стоит. А может и максималку посмотрим. Сколько стоит топорик? Нет, дешевый оказался. Две девятьсот. Ну, ладно. Так, почини, пожалуйста, все. Мутный бриллиант. Прикольно. Это, кстати, улучшенный, да? То есть у меня... Так, получается. Улучшенные. По два уже есть. И вот этот один. Окей. Что еще есть? А, еще вот этот вот есть. Тоже улучшенный. Так, может у тебя что есть интересного из доспехов? Тридцать шесть защита. Смотрите-ка, а. Ну, неплохо вроде бы. Но с другой стороны здесь плюс три кси или плюс... Не. Пока что пас. Это другого уровня абсолютно шлем. Я понимаю. Но все равно пока пас. Бонус так себе. Мне вот эта вероятность применить умение кольцо льда. Так себе. История. Вот эти вот перчатки мне уже с первого акта. Я не знаю, сколько я в них бегаю. Но пока жду. Пока жду хорошие. Может быть я... Если так все пойдет, отнесу кузнецу к первому акте. Обычные какие-то кольчужные перчатки, чтобы он превратил их в уникальные. Так, и мне нужно зелье, да? Зачем я сюда вообще приперся? Привет. Ну, привет. Все. Благодарочка. Уходим отсюда. Пока что проблем не возникает. И меня это в целом радует. Давайте вот сюда вот пойдем. Здесь мы не были. Какой-то такой длинный коридорчик. Так, это выход. А вот и скелеты. Вот там бригада. Отравители. Да. Смотрите сколько. Жесть. Да, здесь нужно реально в эту локацию приходить с хорошим уровнем здоровья. Вот у меня 200 плюс, да? 216. Но все равно я постоянно юзаю бутылочки. Знаете, что еще напрягает? То, что не выпадает зелье здоровья. Так, еще один спуск. Так, здорово, ребят. А, вот. Наконец-то выпало. Но с великанов выпадает, а со скелетов вообще ничего не выпадает. Как обычно, кольчужный доспех. Который никому уже не нужен. Ну ладно, спускаемся. Третий уровень дворцового погреба. Что нас ждет? А просто врываемся, я не знаю. Что упало? Ну, ерунда одна. Так, тут замочили местных бедолаг. Там великаны ходят. Эх, уже вижу. Как вам, ребят, подобраться-то? Вот так вот, да? Повторюсь, вот эти дворцовые помещения, они небольшие. Ну и пока что особо не доставляют проблем. Если бы у меня еще была бы скорость атаки получше. Но я чувствую, что у меня по защите немножко проседает. Все-таки нужно уже что-то делать с броней. Мне, конечно, левел ап мне немножко повысит. О, Моргенштерн. Выпал. Это может быть бабки. Между прочим. В первом Диабло. Так, давай разберемся. В первом Диабло вот это вот называлось «Утренняя звезда». Я помню, в одной из локализаций. Такая булава. С наконечниками. Так, ребята. Здорово. Скелеты, наверное, самые опасные пока что в этих локациях, честно. Да, люто-бой. Чувака. Назвали люто-боем. Интересно. Люто-бой, потому что он, типа, такой огромный и, наверное, дерется. Люто. Так, кого ты там нашла? А, ну понятно. Подожди, а здесь что? Здесь ничего нет. Давай вырываемся вот сюда вот. Здесь люто-бой. Хорошо. Дальше идем сюда. Здесь выход. Он нам не нужен. А здесь... Здесь проходик. Тоже особо не нужен. Мне интересно, как в плане дизайна сделали вот это магическое святилище, куда мы, собственно, сейчас направляемся. Место, на самом деле, очень интересное. И нестандартное для Диабло-2. Там просто дает таким, знаете, футуризмом. То есть, как будто из... Ну, оно такое, космическое, типа, место. Зачем я сейчас проюзал аптечку, непонятно. Ну, да ладно, заговорился. Как будто там в космосе все это будет происходить. Дело. Так, окей. Слабенько опыт пока что идет, к сожалению. Еще вот, по сути, ну сколько, две с половиной ячейки остались, да? О, там какие-то бешеные ребята, кстати говоря. Так, ты мне будешь помогать? Где-то там. Он их ускоряет, короче. Но хорошо, что она его заморозила. Подожди, куда убегаешь? Он даже в замедленном варианте убегает очень быстро. Все, отлично. Ну, тяжелые сапоги. Единственное, я могу посмотреть. Ну и зелье он. Дал, тоже неплохо. О, не. Это даже хуже. И они синие. Они ж синие, правильно? Да, они синие. Во. А мы и дошли до портала, между прочим. А нам в этот портал нужно. Ну здесь, кстати, достаточно много будет ребят, мне кажется. Не? Никого нету? Очень странно. Ну ладно, если никого нет, то никого нет. Открываем портал. И попадаем, как будто, в другое измерение вообще. Смотрите, как красиво, да? Здесь не сложно заблудиться. Кстати, здесь реально не сложно заблудиться, если что. Дневник Хоразона нам нужно найти. Это портал. А мы, кстати, один портал пропустили. Реально? Интересно. Ну ладно. Очень красиво. В оригинале это вот так вот было. О, отражения, смотрите, появились. Видите, такой пол. Классно, классно. О, маги. Ну вот здесь вот ребята, конечно... Ну за них хотя бы опыт должны хороший давать. Правильно я понимаю? О, ребята, я практически отлетел. Суваться к ним не стоит. Вот с ними уже проблема. У меня на огонь, да? Сопротивление не очень хорошее. Я правильно понимаю? Так, у меня прокачался напарник. И это хорошо. Так, а ключ мне нужен вообще? Вроде как нужен, да. Ну это было опасно. Я почти что отлетел. Буду знать. Лучше не суваться. Давайте сюда. Пойдем. Давай, давай. Отлично, молодец. Да. Вот вам и первые проблемы. Ну вот эти-то ладно, ребята. Ну, здесь воинам реально очень сложно проходить. Что я могу сказать? Во! Оберег какой-то упал. Оберег. Уж извините. Он же талисман. Подожди. Вот, отлично. На что мы меняем? Это прикольный талисман. Плюс 20 к здоровью. Плюс 54 рейтинг атаки. Топовая вещь. Ну что поменяем? Огню. Ну здесь нельзя огонь убирать. Вот, плюс 1 к максимальному урону. Ну, до свидания. А вот это берем. 236. Здоровье стало. И что немаловажно, у меня рейтинг атаки 1200. Замечательно. Ну, здорова. Еще ин. Упал. Между прочим. Давай посмотрим. Плюс 31 рейтинг атаки. Ну, пока пас. Очень большая локация. Сразу вам скажу. Мне бы сгонять в город, если честно. Сейчас. Давайте сюда. Сходим. Широкий меч. Зеленый. Вот это вот ерунда будет копейки стоить. Максимум 1000. Давайте-ка. Широкий меч. 714. Ну, это зеленый, ребят, предмет. Давайте смотреть. 17-18 от однорочного. Очень высокая скорость атаки. Плюс 10 к минимальному урону. Это составной, да? Давайте я его попробую просто сейчас посмотреть, как он будет. Так. 36-76. 49-50, да? Слушайте, на продажу. Как ни странно, он похуже чуть-чуть. Я все-таки на урон смотрю. Я его продам. Ну, здесь прикольные вещи падают. Реально. Это меня радует. Это меня радует. Так. Вот это тоже на продажу. Пожалуй, я сейчас гоняю, то есть я продам. Сколько это стоит? Всего лишь 1700? Ну, ребята. О, руна Эд еще выпала. Я, кстати говоря, даже не обратил внимания. Минус 25 в защите цели. Ну, что, прикольная эта руна, ребят? Но это больше на мана. Ой, на мана, говорю. На мага. Ладно, я соберу и посмотрю файлики. По этим рунам чуть попозже. Как тут составные сделать? И если у меня возможность. Я повторюсь, у меня есть руна Тал. Руна Тир. Руна Эль. Две штуки аж. И руна Эд. Так. Дальше. Вот эту вот ерунду. Надо продать. Ну, все. А, нет, не все. А ты опознать можешь мне бесплатно предметы? Спасибо. Так. Ну. О, монстровое бегство при ударе. Ничего себе. Каждый четвертый удар, получается, у тебя соперник просто убегает от тебя. Правильно я понимаю? Сколько она же стоит тогда? 1300. Ну, до свидания. Пока что лучше моего меча нет ничего. Он упал. Не после победы. Над Андреэль. Пока что ничего лучше я не находил. Так. Ну, еще немножко. И левел ап. Так. Давай стреляй по ним. Они похищают ману, кстати. Эти пантомы. Но это не страшно. Так. Вот это я возьму. Обычный аметист. Это мне нужно. Так. Интересно, конечно. Но мне эти зелья не нужны. Кстати говоря, я зелья забыл купить. Вот что очень и очень плохо. Так, извиняюсь. На пуск нажал. Нечаянно. Просто тут клавиша control бега. А мы круг, кстати, сделали. Таким образом. А где мы не были? А мы не были, знаете, где? Вот здесь. Вот дальше, если туда пробежаться. Там мы, походу, не были. Давайте пойдем. Огромная локация. Окей. Ну, плюс альт. Подсветка предметов. Тоже очень рядышком с... Кнопкой пуск. Так, маги. Давай отсюда уходить немножко. А то сейчас они закастуют. Самоцвет. Сцеление. Так. Ну, посмотрим. Это нужно вставлять. Привет. Кстати, крайне мало выпадает самоцветов. Неплохой. Честно вам скажу. 26 сопротивляемость яду. 14 уровень требует. Очень даже not bad, как говорится. Вполне себе. Когда их не очень много, в целом, не сложно. Справляться. Давайте-ка вот сюда вот пройдем. Вот здесь, кстати, бригада... Достаточно такая... Большая, но... Призраки... Вот эти вот... Товарищи красные. Похожи на козлов. Не очень опасны. Мерко говоря. Так, ну, круг сделали опять. Так, шпиль молний. Пояс. Так, ну мы, кстати, до конца там не дошли. Давайте дойдем. Скоро левел ап. 21-й, по-моему, если не ошибаюсь. О, там портальчик, кстати, есть. Что очень хорошо. А, нет, это не портал. Это просто... Такое укромное местечко, можно сказать. Здесь сундучок. Это нам не нужно. Шипасты. Тоже ерунда. Ерунда. К сожалению. Идем. Возвращаемся. Здесь, кстати, одно большое. Хотел сказать, помещение. Но это же не помещение. Это такая локация. Без уровней. И в конце нас будет ждать, по-моему, какой-то... Типа мага. С очень дистанционной атакой. Очень сильной. Так, давайте-ка спускаться. Так, а вот и магические. Чуваки пошли. Ну, когда их такое количество, ладно, еще окей. Если чуть побольше там их становится, конечно, все сложнее. Начинаем. Знаете, что плохо? То, что... В этой локации, вот с лестницами, напарница, она просто тупо застревает. Она не понимает, как ей спуститься. Я надеюсь, ее рано или поздно... Ну, видите, она там дергается, короче, вот в правом углу. Ее просто не спуститься. Ну, ее телепортировать должны ко мне рано или поздно. Если она прямо там застрянет. Пока я один тут воюю. Воюю. К сожалению. Ладно. Так, вот это, конечно, плохо. Можно, конечно, при помощи порталов телепортироваться и опять телепортироваться сюда. Тогда она сразу около меня будет. Но я не хочу пока это использовать. А, вон она. Появилась. Наконец-то. Научилась. Спускаться по лестнице. Левел ап, между прочим. Пусть она там разбирается с козлами. А у тебя, когда там левел ап... Ну, у тебя не скоро, кстати говоря. Ну, ладно. Ладно, давайте-ка повысим все характеристики. Посмотрим, что так и как. Ну, наверное, на 10% я еще улучшу защиту. То есть сейчас у меня на 262 станет 278. Меня это полностью устроит. И характеристика. Живучесть плюс один. 242 здоровья. Ловкость плюс один. И все остальное на силу. Немножко урон улучшил максимальный. Тоже хорошо. Так. Ну, видите, она опять застряла. Там с лестницы атакуют по ним. Для нее идеально бы точкой вот этих чуваков расстрелять. Которые внизу. Они, кстати, тоже тупят. Они не понимают, как им забраться. Так, ну мне нужен маг. Они вообще меня не пробивают. От соу совсем. Ой-ой-ой-ой-ой. Мне вообще нужна твоя помощь где-то там. Давай, стреляй со второго этажа. Он еще и здоровья крадет. Этот маг. Опасный, опасный товарищ. Все, так распознание. Обязательно берем. Так, все окей. Наконец-то. Прибежала. Изволила. Так, что тут такое есть? Усцеление. Ой, выносливость-то зачем мне? Да. Одна ерунда. К сожалению. Давайте вот сюда пойдем. Так. Пожалуй, самая большая локация в Диабло-Втором. Во втором арте уж точно. Здесь прям реально огромные лабиринты. Так, а что за шлем? Обычный, да? Обычный, по сути. Дайте я проверю. 15 с одним гнездом. Ну, до свидания. О, там босс. Так, где напарница? Ладно, сначала разберемся с фантомами. Теперь поднимемся сюда. Идем на мага. Да. Это, к слову, что в любой момент все может повернуться. Ну, замочил, конечно, но я мог бы отлететь. Кожаный доспех. Ну, что за ерунду дают? Так, ты куда? Мне по-хорошему нужно телепортироваться. Так, давайте-ка посмотрим по карте. Можно еще туда дальше пройти. Давайте пройдем. По пути сейчас встретим наш напарница. Вот она тут застряла. Да, я сейчас бы мог бы отлететь, кстати говоря, первый раз за игру. Ну, давай помогай. Опыт достаточно маленький дает. К сожалению. Видите, у меня только одна ячейка заполнилась. Из десяти, да? Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Да, здесь каждая ячейка это типа пять процентов. Вот у меня только пять процентов на следующий уровень. Заполнился. Так, ну давай со второго этажа хотя бы стреляй. Хотя бы так. Терри ей там достается, кстати говоря. Ну не, она справляется. У нее хорошая броня. Реально хорошая. Так что с призраками точно она даже вплотную может справиться. А что у тебя, кстати говоря, сейчас... Ну нет, двадцать шесть защиты. У меня даже по защите лучше шлем, чем у меня. Так, окей. Давайте сюда пойдем. Здесь опять фантомы. К сожалению, камни не падают. Вот что, немножко досадно. Так, ну давайте хотя бы на себя выманим. Окей. Так, маг. Так, ну хорошо. Главный босс этой локации, я не знаю, он может где-то по центру сидеть. А может наоборот на удаленном каком-то участке. Посмотрим. Телепортировалась такая. Ну окей. О, камешек упал. Наконец-то. Сколько лет, сколько зим. Кстати, второго уровня упал камень. Что очень даже неплохо. Давайте подбирать. это плюс один четырнадцать урона от молнии, между прочим. Неплохо. Так, ну здесь я вроде как был, да? Ну хотя нет, не был. Больше не боитесь огня. Раньше бы, ребят. А то эти маги уже доконали меня. Так, сопротивляемся огню. 75% Максималка тут, видите? Можно прокачать. По-моему, как и в первом Диабло, да? По-моему, там тоже 75% сопротивления. Максимум. Еще один камень. Вроде как. Да, вон там камень я вижу. Вроде как Аметист упал. И тоже мутный, между прочим. Супер. Отлично. А вот и, ребята, мы дошли. И ты вовремя, как всегда, застряла. Ну, что я тебе могу сказать? Так, зачем мне мана? Давайте сначала с приквостями попробуем разобраться. Так, меня заморозили. У нее какой-то эффект непонятный. Убейте призывателя. Ну, хорошо, что он реально ничего не призывает, несмотря на его название. Давайте. ну, сложно, видите? Реально сложно. Давайте так. Мне очень сильно нужен сейчас напарник. Поэтому мы делаем следующее. Ход конем, как говорится. А на что эта тема действует? А, на урон. Смотрите, мне меньше урона, да? Видите, у меня недуг такой над головой. Ну, ладно. Теперь он пропал. постой и послушай, постой и послушай, как говорится, да. Что у меня есть на продажу? А, камешки. Ну, раз. Так. Два. Отлично. Сейчас уже сделаем. И три. Берем три обычных. Раз. Два. И три. Отсюда достаем. У меня, видите, всего лишь два самоцвета. Требование минус 15, плюс 26 с определенным с ядом. Крайне редко они выпадают. Так, теперь. Отлично. Так, ну еще немного, и я смогу превосходный какой-то сделать. Будем подбирать дальше камни. Что я могу сказать? Добро пожаловать в мою лавку. Так, мне нужно зелье. Цена, кстати, достаточно лояльна. 67. Золото. Не такая уж и большая. Ладно, отправляемся мочить призывателя. Вот, теперь она около меня. Иди сюда. Мочи этих. Ребят. Вот. На месте стоять тоже не не получится. Видите? Ну ладно. неплохо. Неплохо, конечно. Ненавижу марать руки темных человек. она просто за меня разобралась с ним. Просто топовая напарница. Пару выстрелов, наверное, и все. Досмеялся, чувак. Амулет, кстати, упал. Замечательно. вернитесь в город и постарайтесь что-нибудь узнать. Ну, постараемся, но пока что здесь побродим еще. Выпал амулет, давайте посмотрим. Плюс три к силе. Ну, что это за ерунда? Просто жесть. С него могли бы и получше дать лут. гробница Тал-Раши находится по ту сторону портала. Но знай, что сияющие знаки, записанные в моем убежище, обозначают шесть ложных гробниц. Недостающим седьмым знаком отмечена гробница Тал-Раши. Его называют величайшим из Харадримов. То славное, пусть и недолгое время, магические кланы забыли про свои раздоры и объединились против общего врага. Харадримы неустанно преследовали трех братьев через пустынные империи Востока и даже неизведанные земли Запада. в то время как руки Архангела Тираэля оставались чисты. Когда маги решили, что братья побеждены, непрочный союз Харадримов начал распадаться. Забыв про свой священный долг охранять камни души, мятежные магические кланы погрязли в распрях из-за ничтожных разногласий. Их вражда не только разрушила братство, но и усилила воплощение зла, которое они похоронили в холодной земле. Ну понятно. Короче, магические кланы раньше были все в союзе и злу было крайне сложно просочиться, потом они что-то там повздорили и все пошло как всегда не по плану. И демонам в этот мир стало проще заходить. Так, знаете что? Где я не был? А я не был в той стороне я не был. Так, что у нас тут? Вот, отлично. Задание выполнено. Замечательно. Можно в город вернуться. В принципе мы вернемся, но повторюсь, нужно еще тут побегать. Не все изучено. Далеко не все. А без опыта я, ребят, не уйду. Может еще камешки где-нибудь попадают. талисманы в идеале. Так, где я не был? Я не был. Сейчас мы к началу выйдем. Не был сверху и не был справа. Ну, окей, пойдем сюда. на грудник упал. О, кираса желтая. Ничего си. А это, ребят, заявочка, кстати говоря. Давайте смотреть. 79. С двумя гнездами, да? 79 защита. Ну, это интересно. Это интересно. Там на плюс защиту воткнуть ей в гнездо. Еще на что-то. Неплохо. Это перспективно возможно. Будем смотреть. Так, камешек. Замечательно. Надколотый рубин, между прочим. Рубины редко падают. Не знаю почему. если бы я знал о механике с самого начала прохождения, что можно камни собирать, возможно сейчас у меня была бы неплохая коллекция, а возможно и нет. так. Ну, отлично. А ты у нас когда там прокачаешься? Ну, в целом подходит уже. Не то, что я на 10% пока левел лапнулся. так. Реально огромная локация. Замечательно. Замечательно. Ну, пока по периметру обойдем. так, ты не стой в огне-то. Стои просто в огне, тупит. так, отлично. Очередная порция фантомов. Свиток распознания. А сколько у меня? 17, да? Ну, ладно, так и быть. Возьмем немножко. Давайте-ка сюда немножко сместимся. Ну, здесь ничего нету у нас. Я помню здесь раньше какие-то порталы были. Еще одно, кстати, секретное место, смотрите, с ящиками. Здесь раньше, я не помню, может, чуть позже. будет. Такие порталы были, ты за ним заходишь и телепортируешься в эту же локацию. Но пока что они не генерируются, не знаю. Может, найду, конечно, чуть попозже. Исцеление можно взять, потому что тут особо нечего. Тоже одна ерунда. А здесь? лута. здесь есть исцеление. Давайте я возьму. Все. Такой себе лут. Идем дальше. здесь, еще минут 15-20 проведем. Такое чувство. Ну, локация реально очень большая. И пропускать ее ну, никак не хочется. Хочется все оббежать. Весь лут забрать. Весь опыт получить. Так, ребят, ну-ка иди сюда. окей. Мы сначала вот так вот пойдем. Пробивает все равно меня реально. Не так хорошо я прокачу. уровень вещей не очень хороший. Ну, так, присмотреться. То есть, ну, какие перчатки, да, у меня, какой шлем. Ну, средненькие, средненькие у меня вещи. пока что ну, хорошо, что хоть меч упал хороший на урон. Потому что без меча было бы совсем тяжеловато. так, сколько же магов тут, нифига себе. До свидания. хорошо, что они при уроне они типа уходят. Это как в первом дьяволу. Помните, в конце там маги были? Они от тебя сваливали. Этот чувак тоже сваливают. Так, ничего нету у нас. Угу, мы круг сделали. Хорошо, допустим. То есть мы все там посмотрели? Или не все? Да, все посмотрели, окей. Все понятно. Теперь нам остается только направо пойти. Вот сюда вот. Ну идем. А, вот она система порталов. Смотрите. Про то, что я говорил вам ранее. Чуваки не умеют пользоваться системой порталов. Сейчас их просто расстреляет напарница. О, нифига себе. Она мне еще добыла великий талисман. Давайте посмотрим. Очень классное освещение. А красное отражается от поверхности пола. А вот так в оригинале это было. так, окей. Вот это супер. 6 урона от яда за 3 секунды. Это я беру. Это я беру, ребят. Даже не знаю. ну вот это фигня. Ладно. К огню у нас будет очень плохое сопротивление, да? 13% всего лишь. Ладно. Зато 42. Урона минимум. атака 36, да? Ну ладно, это супер. Плюс рейтинг атаки еще увеличили. Это очень нам поможет, когда мы возьмем кристаллический меч. Давайте сюда. запутанная локация. Амулет. Да ну брось. Еще и замечательно. теперь ребятам реально тяжело придется против нас скорой еще левел ап у напарницы. ну видите эти 6 дополнительных урона они тоже решают. Лишним не бывает никогда. надо уже город сваливать потому что у меня места не остается в инвентаре. так ну давай их расстреливай. Кстати говоря сколько там осталось ей? У нее скоро будет левел ап. так давайте ка сюда. Здесь маги парочка штучек. Еще что-то упало. То ли амулет да еще один амулет. Ой что я нажал ну хотя нет все правильно. Да подожди ты. ладно давайте я в город не могу как-то ты не можешь так сможешь мой это ерунда полнейшая давайте я в город свалю на немножко плюс наверное пообщаюсь сейчас ну и что это мне дало жалко этого неумелого призывателя его погубила собственная жажда власти и демонического могущества тебе просто пришлось ускорить неизбежное ну понятно то есть этот призыватель раньше был на стороне добра я насколько понимаю вот это продаем тоже продаем почини пожалуйста теперь 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 так этих два стало рубинов у меня вообще нету ну ладно так что за мулер ну ерунда по сути да 1700 держи так ну и давайте продадим ей вот эту историю вот это возвращаем плюс я даже не знаю ребят то ладно я ее поберегу эту броню конечно ну тогда вот это я точно продам сейчас 132 тысячи у меня остается отлично еще одно задание сделали ну что у нас осталось собрать посох и найти могилу все кстати говоря знак истинной громицы тал раша вот такой вот ну привет мне нужно зелье все в принципе все что от тебя нужно забрать разбить локации это то что на сегодня в планах обязательно так здесь что-то не пробивают Ну ладно, давайте я телепортируюсь. Неплохо, кстати, опыт идет понемножечку. Это мне нравится. Как же тут запутано все, да, ребят? Вот эта часть. Магическое убежище. Очень запутанная с этим системным порталом. Так, отлично. Она прокачалась. Сколько у нее? Ну, сопротивляемость как гню 36, 36, 36. Ко всему по 36. Ну реально круто. По крайней мере, надежда на нее тоже будет. В битве с боссом. Так. Во, сундучки. Дошли. О, нифига себе тут. Сколько золота. Так, ты там справишься как? Или помочь тебе? Неплохо я. Покоцали. Иринов щит. Это что такое-то? Посмотрим. Очень красиво выглядит. Только для паладинов. Ну, спасибо. Ладно, давайте смотреть. Зелье восстановления. Кстати, ключей сколько у меня? Надо взять. Не так уж и много осталось. Зелье исцеления. Окей. И здесь что? Ну, по сути, ерунда полнейшая. Падает из этих ящиков. Давайте сюда. Так. Покоцали меня, кстати, нехило. Ну, видите, если бы я ушел бы сразу же по квесту, сколько бы я пропустил? Достаточно много. Я, кстати, возможно, понял, для чего это сделано. Порталы... В этих системах порталов напарницы, кстати, не теряются. То есть, когда ты телепортируешься, они телепортируются с тобой. То есть, они нигде не застревают. А вот без этих порталов она постоянно застревает. Так, кольцо, кстати говоря. Ну, это может быть интересно, наверное. Тысяча лет уже кольца не падали. Так. Ну, не знаю. Наверное, нет чем, да? Кольца, кстати, только синие падают. Они же бывают не только синими, правильно ведь? Ну, мне что-то везет. В кавычках, только на обычные предметы. Так, ну я здесь был. И здесь был, да? Получается, я везде был. Или как? Знаете, где я не был? Вот в этой стороне. Немножко. И все. Далее мы можем со спокойной совестью идти. А как мне попасть, ребята, вот сюда? Кто-нибудь понимает вообще? Так, ну можно вот так вот, наверное, да? А, все. Отлично. Попали. Куда нужно. О, здесь достаточно много, ребят. Так, давай-ка немножко ты отойдешь. Я понимаю, что у тебя сопротивление хорошее ко всему. Но все равно. Так, врываемся. Делие восстановления. Что-то он зелие восстановления вообще не берет на пояс. Очень странная механика. Приходится только вот так вот, вручную, перетаскивать. Так. Здесь еще одна группа. Ну, видите, я остался на этой локации. Получается, что я уже практически 50% следующего уровня приобрел. Что немаловажно, между прочим. Еще одно кольцо. Так, что за кольцо? Кстати, выглядит очень даже симпатично. Ну, ерунда полнейшая. Давайте я продам эти кольца. Чем надо помолчать? 4700 стоит. Ничего себе. Давайте еще раз подумаем. Плюс 10 к скорости применения. Но у меня применение умений-то они... У меня помолчание они. У меня эта скорость умений ни к чему. Сопротивляемся ко льду 28%, да? Ну, я не знаю, ребят. Я понимаю, что босс будет бить вроде как льдом, но здесь минус урон, плюс восстановление. Это 1400. Ладно. Идем добивать. Так, и все, что ли? Получается. Сундучок. Ну да, все. Теперь главное отсюда выйти вообще. Сейчас выйдем. Я думаю. Хотя, знаете что? Быстрее будет вот так вот. Очень все запутанно, конечно, тут. Вот так вот сделаем. И где этот там портал внизу, да? Вроде как. Сейчас посмотрим. Или сверху. Слушайте, а он на карте почему-то не отображается. Но мне кажется, что он где-то вот здесь вот. Вот так вот шли-шли. Так странно, что он на карте никак не отмечен. Но я практически уверен, что в этой стороне. Но главный герой был прав. Когда мы зашли сюда. То, что тут заблудиться. Очень просто. Но после Анрила мне уже ничего не страшно. Там сколько я блуждал. Так, ну и... А, все, я вижу. Вот он. Отмечен этот портал. Добрались мы до него. Так. Ну окей, идем. Каньон волхов. Окей. Давайте разберемся с ребятами местными. Так, ну мне зелень не нужно. Конечно, их уровень чуть меньше. Давайте так сразу скажем, чем демонов в святилище. Я бы сказал бы даже на ранг послабее они. О, видите, здесь разные святилища с разными знаками. Вот здесь, например, кружок. Но нам нужен... Ну, ради приколов мы можем в фейковое святилище зайти. Там ничего страшного не будет. Даже больше вам скажу опыт получить. Но нам нужно с треугольником искать. Давайте по приколу сбегаем. Вот просто. Посмотрим. Мне просто интересно, будет ли какой-то бонус в плане сундука там в конце. И насколько они большие, вот эти локации. О, тут магия. Ничего себе. Неожиданная встреча. Неплохо, конечно, вон по башке мне сейчас садану. Так. О, ребята. В принципе, окей. Надо посмотреть. Да, за них еще и опыт дается. Я думал, знаете, зашел по ошибке, значит, играть особо не будет давать опыт. Нет, дается опыт. Неплохо. Так что, давайте-ка я немножечко. Что такое рунка? А, понятно. Саркофаг, ты откроешься вообще? Понятно. О, здесь сколько ребят зомби рунок. Лучше дистанционных убирать, реально. Пусть моя напарница с ними справится. Все, отлично. Там еще и маг. Так, а здесь что-то их многовато, мне кажется, нет? Хотя... Все, со всеми справились. Давайте я дам немножко зелий ей. На всякий случай. Спасибо тебе. Так. Не отпускай Диабло, хочется немножко пройти. Я просто хочу понять, что в этих фейковых гробницах можно получить. Кроме люлей. потому что потенциале это просто опыт очень большой. Так, а вот ребята. Давайте выходите на меня. Главное, вышел маг, которому, по идее, нужно прятаться, наоборот. Так, но здесь ничего интересного нет. От слова совсем. Так, где я не был еще? пойдем начало. И вот сюда вот. Тут опять маги. разобрались быстро. Ничего не падает хорошего. От слова совсем. Опа. Смотрите, ребят. А я застрял. Представляете, я застрял. Вот и not dead челлендж закончился. Так. Ну и как с этим бороться? Но только вот так вот, я не знаю. Вот это фейковая громница, да? Теперь будем знать. Это как на вечном проклятие. Зашел не туда. И все, я остался тут. На всю жизнь. Вообще, глюков я не замечал. От слова совсем в игре. Но вот это первый. Ну ладно, его можно обойти порталом. Все, больше тут ничего нет, реально. Ни сундука, ничего нет. Ну вот, знаете, еще можно вот сюда вот загонять. Я уж понадоделся, может тут в конце локации что-то припрятано. Ну мало ли. так, здесь комнатка. Во, да, тут сундук есть. И шкили, кстати, очень быстрые. Потому что здесь босс стоит. так, ну все. Очередная ерунда упала, что я могу сказать, потому что, ну, смысл. Но это неинтересно. Давайте смотреть. Ну да. Полнейшая скукота. Ожидаемо. Очень. Ладно, давайте так. В планах зачистить сейчас пустыню. Сверху нужны гробницы. И уже в следующей серии мы пойдем мочить босса. Может удастся сейчас, кстати, заработать. Осталось 15%. До уровня возможно. Если вот прям будет не хватать, то, конечно же, я еще одну гробницу посещу. Ну, кстати, вот эти ребята хорошо дают опыта. Поэтому вполне возможно мне и хватит. вот эти гусеницы не особо дают. Всякие такие жуки. Ну да ладно. Мне что-то дает, конечно, смотрю по полоске опыта. Так, окей. Надо немножко подвинуть мини-карту, чтобы удобно было. подвинуть вон. Такие же неприятные эти товарищи. Каким магам было бы здесь тяжеловато, мне кажется. Если я постоянно пью эти зелья. Хотя у меня уровень жизни достаточно большой. ну видите, да? Постоянно реально приходится пить зелья. Правда с них выпадает тоже. Ну такой себе. Амулет, между прочим. очередная бригада. Ну зато, кстати говоря, остается 10% до левеллапа. Что тут еще упало? Ну особо ничего не упало, кстати говоря. Амулет можно посмотреть. Так, зелье. Хорошо. Плюс 20% найти магический предмет. Это интересная замануха, ребят, но короче, я буду думать. Я пока, наверное, оставлю в инвентаре этот амулет. 20% это же очень хороший шанс. Это прям очень-очень. здесь какие-то колонны и жуки. И больше ничего нету, да? Может быть по приколу хотя знаете что, ребят? ладно, с этой группой справлюсь. Давайте я по приколу сделаю на время. Вот этот, наверное, для меня лучше. Сопротивляемость он дает все-таки как-никак. Ну, 20%. Давайте посмотрим, что изменится. портал. Замечательно. Замечательно. Ну, посмотрим. Вот, допустим, эта группа большая. надо уходить отсюда. Что упало? Пока ничего не упало. От слов вообще совсем. да. Ну, кстати, смотрите. Опять топор пал желтенький. превосходная кираса. Ну, кираса, она же слабая, да, по-моему? 68, три гнезда. 68 и три гнезда. Но это 68, опять-таки. Ладно. Что там еще упало? Топор, да? Ну, на продажу если так. так, ты будешь стрелять вообще? Что-то она забывает стрелять. Давайте так. Где тут этот топорчик? он может дорого стоить. Опять-таки, я возьму его, конечно. Слушайте, а 10 локаций-то достаточно большая. Я, скорее всего, для лапса получу. превосходно. качужные сапоги упали. это невозможно. Это невозможно. Ну, ерунда полная. каплевидный щит. Тоже интересно посмотреть. Это невозможно. 18, да? С двумя гнездами. тоже так себе. так. Короче, я бегаю до левелапа. Успокаиваюсь. И на этом видос заканчивается. А потом идем во, отлично, талисман упал. походу, как-то все-таки играет роль. О, маленький. Ничего себе. Тысячу лет тебя не видел. Ну, давайте посмотрим. Замечательно. Так, теперь еще один. 14 сопротивляемость молнии, но точно нет. У меня все остальные лучше, так что это до свидания. Тоже большая на самом деле локация, вот эта пустыня. бригада сюда вот еще сходим. Вот, вот эта бригада то, что мне нужно. Так, давай стреляй. Не хочет никак стрелять. давай-давай-давай, стреляй. Отлично. 5% осталось до левелапа. Ой-ой-ой, какая тут бригада то идет, а? Ну, до свидания. напарница, иди-ка лучше сюда. Опять амулет, по-моему, упал. Да, опять амулет. Давайте возьмем красный такой, прикольный, кстати, красивый. Есть надежда, что что-то интересное. Скин, по крайней мере, не стандарт. стандарт. Так. Так, но я все-таки хочу добить уровень. В гробницу я не пойду, ребят, там будет больше опыта, чем мне нужно. мне по сути-то тут осталось, я не знаю. Совсем-совсем чуточку ключ. А ключ я возьму, не нужны они. Или все-таки придется в гробницу тащиться. Ладно, давайте так. Я иду в гробницу, и это опять фейковое. А, это не фейковое. Нет, это фейковое. это кругляшок, мне нужен треугольник. Идем в фейковую гробницу, получаем левелап. Я даже до этого сундука не хочу доходить, потому что там ничего нету, скорее всего. тем более тут эти товарищи внутри. Сейчас мы быстренько набьем уровень. Так, отлично отъехал. О, здесь вообще все закрыто. какой-то будет уровень у меня. 23-й, между прочим. Камешек упал, наконец-то. Так, и босс. так, но я сейчас откисну, ребят. Да, слишком он меня отравил, к сожалению. Но теперь я не знаю. Теперь знаете, что придется мне? Дело в том, что механика Диабло второго. Мне придется взять вот так вот. Взять вот так вот. Ну, быстренько а я еще и без напарницы, да? Не-не-не, подождите. Вот это вот, конечно, квест под конец. Но я не ожидал такой. Добрый день. 3 300 еще. А, у меня не хватает золота. Ну, замечательно, что я могу сказать. Это, конечно, квест так квест. А если меня второй раз убивают, то что? Так, это вот это, да, граница? Да. я не могу нести больше. А что не уместилось? Золото, понятно. Так, окей. Я снова жив. Вроде как. правильно? А где мой щит? И бронь, где моя? чё вообще за отстой? Так, ну, это допустим. Это невозможно. Почему невозможно? Что там такое? Кираса. Ладно, ладно, окей. Кое-что вернули, уже хорошо. Подожди. 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 Вот так вот. Ммм, теперь. Здравствуй. Так, возвращаем её. У тебя-то всё в порядке? У неё всё в порядке? А как мне вернуть мои вещи? Ну, чё это за прикол? Я перегружен. Отлично. Всё. Фух, я уже начал было... Вот этот господин. Отлично. Замочили. Ну, это жесть, если честно. Давайте так. в таких-то моментах и проявляется. Насколько персонаж слабый, на самом деле. Действие яда на 25%. Ладно, я пока с магическим предметом шанс побега. Что ещё возьмём? Наверное, вот сюда вот. Так, у тебя что упало? Зелье восстановления, можно немножко взять. А самоцвет у неё? Перегружен. Ну, ладно, давай самоцвет возьмём. Посмотрим, что за самоцвет. Плюс 8 к защите. Ну, неплохой, кстати говоря. Неплохой. Ладно, левел ап. Зачем я сюда пошёл? За уровнем? Ой-ой-ой, это какая-то вообще жёсткая громница, если честно. Даже хочется до конца дойти. Ну, наверное, не стоит это делать. Я перегружусь. Кольцо. Кольцо. Ну, давайте посмотрим, что за кольцо. Может. Очень часто падают предметы, мне это радует. Плюс 2 ксили, полная ерунда. Полнейшая. Тут нет смысла разбивать. Всё, отлично, наконец-то. Теперь уже хочется до конца дойти. До сундука. Я, наверное, сейчас пойду до сундука всё-таки схожу. Так, новое умение. Ну, опять защита. Ещё на 10%. Мне просто очень сильно нужна защита. Сколько там? 297. Окей. И здесь я, пожалуй, живучесть плюс 5. 264 здоровья стало. Стали немножечко танком получше. Сопротивление очень маленькое. так. Давайте-ка узнать, куда. Вот сюда вот пойдём. Вот, сундук тут. Я вижу. Вроде как-то. Да, сундук тут. Ещё тут дофига всех. Так, давай-ка мы отсюда сделаем ноги. О, это босс, кстати говоря. Готов. Сама цвет, кстати. да кто меня морозит-то? Я ничё-то не понимаю. Так, окей. Взяли исцеление, можно взять, ну, в принципе. Так, самоцвет. давайте смотрим. Кстати, прикольно выглядит. Ой, плюс один к ловкости. Ну, до свидания. Просто жесть. Спасибо тебе. чё тут ещё упало. Амулет. И всё, да? И вот сундучок. Открываем. Рунка. Постоянно даёт эту рунку бесполезную. особо ничё не нужно мне. Спасибо тебе. Ладно. Под конец быдлого, конечно, напряжено очень. Давайте на этом остановимся. В следующем видосе уже пойдём в настоящую гробницу Талраша и будем биться против босса. Подписывайтесь на канал, если не хотите пропустить продолжение прохождения. Ну и впереди ещё много других разных игр. Комментируйте, отвечаю всем. Пока-пока.